задача ребенка этого возраста ощутить свое могу вот это вот тот момент когда развитие мальчика и девочки начинают расходиться и мальчик начинает наблюдать за папой и папе подражать и если мама к папе относится с уважением папу любит я хочу стать таким же как папа чтобы это любовь и уважение достались мне и становиться на него похожим потому что все что делает ребенок он делает для мамы я для тебя самый крутой самый лучший самый сильный самый замечательный всем привет эта лекция откуда берутся взрослые которую психоаналитик алена орехова выпускает вместе с битрикс24 шестом выпуске алена расскажет о периоде формирования пола ролевой идентичности когда пути развития мальчика и девочки начинают расходиться как приобретается мужественность почему мальчик всегда старается быть похожим на папу и как воспитать мужчину в семье состоящий из одних женщин обо всем этом шестой лекции откуда берутся взрослые теория объектных отношений закончена объектное постоянство достигнута и дальше мы движемся по теории зигмунда фрейда и по теории зигмунда фрейда начинается третий период который называется фаллический фаза называется фаллическая от слова и что такое фаллас тоже все помнят фаллас это не просто мужской половой орган до а эрегированный мужской половой орган да то есть фаллас это символ патентности я могу и вот задача ребенка этого возраста ощутить свое могу и он считает что может он абсолютно все и самое главное он должен быть первым и самым лучшим и это очень хорошо отражено да то есть ну вот фалличность но в любой тоталитарной культуре до что мы видим приезжая в тоталитарное государство ну вот сейчас да то есть там в китае в корее мы видим массу фаллических символов поэтому да то есть в эпоху сталинизма и да вот эти все высотки огромные огромные памятники на то есть это все я самый крутой вот ребенок должен в этом возрасте ощутить он самый крутой а потом расстаться с этой иллюзии потому что если расставание не произошло то вот это вот фалличность и желание доказывать всем я самый первый самый лучший уходит во взрослую жизнь и жизнь превращается в бесконечное соревнование и в бесконечное желание замочить это что же фаллический беру его всех замочу тех кто претендует на мое место самого первого и самого лучшего то есть это по названию да то есть фаллический период делится на два под периода первый из которой называется фала нарциссический и 2 и депальный и если мы говорили что у зиму до фрейда название всех фаз связано с той зоной с помощью которой в данном возрасте получается удовольствие снимается тревога да то есть то сейчас все перемещается в ураторальную зону фала нарциссическая подстадия тоже да то есть ну фалос может разобрали что такое да то есть нарциссическое тоже связано с мифом о юноше нарциссия почему он любовался своим отражением в озере потому что ему его красоту никто не отражал поэтому задача родителей ребенка на фалонарциссической стадии развития восхищаться ребенком поэтому третья базовая потребность которая должна быть удовлетворена родителями в том возрасте который в котором она актуальна является потребность в восхищении да мы говорили первый период оральные там потребность зависимости если мне дали ощутить да то есть вот эту зависимость от кого-то что кто-то большой сильный берет всю ответственность за мою жизнь на себя я за это ничего не должен я потом во взрослой жизни способен мести сам ответственность за себя если я этого не получил произошла фиксация на оральной стадии развития то я потом всю жизнь ищу того кто возьмет ответственность за мою жизнь 2 2 период анальный это базовая потребность во власти и контроле я должен понять что я есть да я есть это же да то есть если эта потребность не удовлетворена я всю оставшуюся жизнь до удовлетворяю эту базовую потребность мы с вами поговорили во время анального периода единственное что мы не обозначили да не все вот эти вот перевернутые качества да мы когда говорили что там вот это вот жадность до жадность может меняться на расточительство то есть допустим коллекционирование да во взрослой жизни является чисто анальным проявлением до когда я начинаю на все собирать 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 либо расточительство когда я мечу собой всех окружающих да то есть я начинаю раздавать все чем я мечу людей своими подарками да это тоже часть меня и если зрелому человеку абсолютно все равно как другой зрелый человек распорядиться тем что я ему подарил да то есть я это делаю потому что ну мне хочется это сделать но я понимаю что другого человека есть право пользоваться этим или не пользоваться передарить продать выбросить да то есть каждый человек распоряжается уже ставшим его его имуществом так как он считает нужным да то анальный человек будет очень сильно интересоваться судьбой всего того что он подарил да и принимать ваше отношение к его подарку на свой счет да это же часть меня если ты плохо относишься к моему подарку все значит имени любишь ты меня отвергаешь и начинаются вот эти вот скандалы а почему ты не носишь сережки которые эти в прошлом году на 8 марта подарил ты меня не любишь да и так вот но отслеживается абсолютно все потому что я собой мечу весь этот мир и мне важно чтобы да то есть это принималось потому что я воспринимаю это как отношение к себе личное для меня является личным оскорблением когда так бесчеловечно относятся к моим подарком фаллический период длится с трех лет и до пяти тире шести и второе название стадии под стадии да то есть эдипальная и они так разделяются вроде как бы фала нарциссическая с трех до четырех а эдипальная с четырех до пяти шести но здесь такое очень плавающее это разделение да то есть вы его особо можете не заметить эдипальный период да то есть назван в честь трагедия изопа да то есть о царе едипи но обычно люди говорят а ну да знаем значит сын полюбил мать до убил отца женился на матери да то есть на самом деле там очень глубокий смысл этого мифа о царе едипи что ребенок родился в очень богатой да то есть царствующей семье и в день его рождения оракул предсказал что когда ребенок станет совершеннолетним то отец погибнет от руки этого ребенка и родители не желая себе значит такой участи они приказывают слуге унести этого ребенка в лес и отдать на съедение диким зверя слуга идет в лес ему становится жалко ребенка и он относит его в соседнее царство государства где правит бездетная семья и отдает им этого ребенка и они значит его растят в любви в абсолютной и уже когда ребенку исполняется 18 лет оракул в день его совершеннолетия ему предсказывает что его отец погибнет с его руки и и горячо любя своего отца и не желая ему смерти этот юноша решает уйти из этого царства и он значит собираются отправляется в поход и совершенно случайно на мосту не имея возможности разминуться там с каким-то рыцарем да то есть он случайно его убивает ну понятно совершенно не знаю что это его отец и он приезжает в то государство да то есть из которого был этот рыцарь влюбляется в царствующую королеву не знаю что это его мать женится на ней да там ну и потом все там эти вот трагедии и и разворачиваются что в итоге плохо всем и да то есть мораль всей истории какова дети должны знать свою историю и только в нашей стране был закон о тайне усыновления ни в одной другой стране такого закона нет и во всех странах говорится об открытости информации да то есть ребенку сразу с момента там усыновления удочерения рассказывают его историю очень важно да то что собиралась история семьи происхождения потому что тоже да за мной мой многолетний опыт да то есть перед моими глазами много было очень драматических историй когда ребенок не знал о своем происхождении но опять-таки да если брать семейные расстановки то бы берт хеллингер говорит что все имеет право принадлежать системе и когда допустим биологический отец ребенка ну там был какой-то а социальной личностью да то есть и мама не рассказывал там алкоголизм да то есть ну тюремное заключение ну все что угодно там наркомания да то есть ребенок тогда собой должен явить на свет информацию и это право чтобы этот человек принадлежал системе вот как это происходит ну мы все живем вот в этом да то есть ну информационном поле да то есть вот морфическом да то есть вся информация все равно есть и ребенок даже не зная об истории начинает в определенном возрасте у него начинается либо алкоголизм либо наркомания либо а социальное поведение и он попадает в колонию если да то есть отец биологический да то есть имел все эти наклонности для того чтобы показать системе этот человек имеет право принадлежать системе и и таких историй вот это я говорю не из книжек и не из теории я эти все истории знаю исходя из своего опыта которые развивались на моих глазах и сколько бы я не говорила родителям да там на начальном этапе расскажите ребенку расскажите ребенку правду да и к огромному сожалению да то есть этого не делалось и но это имело очень плачевные последствия поэтому понятно что ребенку надо рассказывать на понятном ему языке и только то что ему необходимо знать не надо вдаваться ни в какие интимные подробности да то есть какие-то там ужасающие подробности ребенок просто должен знать правду единственное о чем говорила говорит берт хеллингер о чем женщина может не рассказывать ребенку это когда во время замужества допустим да то есть но ребенок был рожден от другого мужчин то есть вот в этом случае да то есть если это была семья да то есть для психики ребенка но опять таки да то есть по опыту моей работы здесь все равно это чувствует но просто тайна матери является частью ее интимной жизни об интимной жизни родителей в общем-то детям ничего знать не надо и вот рассказывать эти там кто кому изменял там все то есть ребенок должен знать одно да то есть это взрослые истории да там тебе это знать не надо но там твой отец там там вот такой да то что там между нами произошло как произошло да то есть это вообще ребенка не касается и я в свое время сопровождала процесс усыновления и удочерения то есть американскими родителями наших детей да то есть был такой период когда массово происходили эти процессы и я настолько была удивлена я тогда еще психологии не занималась насколько трепетно относились американцы до к истории семьи ребенка они готовы были ехать в какую-нибудь глухую деревню изучать там все просить фотографии там встречаться все записывать собирать историю и говоря о том что мы будем потом обязательно ребенку рассказывать да то есть вот все там несколько поколений дайте нам бабушек дедушек фотографии то есть вот они понимают да вот смысл всего этого и они говорят мы никогда не будем твоими родителями да то есть мы твои друзья у тебя есть родители и то же когда приходилось работать с семьями где есть усыновленные дети как тяжело маме удочерившей допустим да то есть ну вот или усыновившая ребенка поклониться биологической матери и сказать что ты первая ты его мама и я принимаю и уважаю это и он мой и у меня есть возможность испытать счастье материнства благодаря тебе как я могу ей кланяться и как я могу ее благодарить если она алкоголичка тунеядка и вообще все все ну ровно пятьдесят процентов в этом ребенке ее и если ты так относишься к ней ребенок чувствует что так относятся к нему потому что его это его часть он состоит из этих генов из этих клеток в нем течет кровь этого человека он этим и является и и здесь очень важно и в чем вы ну вот видите да о чем бы мы не говорили мы все равно всегда приходим к принятию и уважению и благодарности это универсальные механизмы в любых жизненных ситуациях но здесь вот это особенно важно это особенно важно и говорить о том что да ну у нее была какая-то своя история наверное ей было очень тяжело ну смотри она смогла тебя родить и подарить мне такое счастье быть рядом с тобой ребенку очень важно слышать что к тому человеку который его произвел на свет есть уважение ну и по всем законам да то есть системы да то есть но она в любом случае была раньше поэтому задача любого другого человека берущего на себя ответственность за этого ребенка уважать того человека который дал жизнь этому ребенку три года если объектное постоянство достигнуто с помощью титанических усилий о которых вы говорили да то есть ребенок должен выйти из состояния эгоцентризма эгоцентризма то есть до трех лет ребенок прибывает состояние эгоцентризма когда весь мир крутится вокруг меня и моих потребностей и я не способен увидеть потребности другого человека в которых я не заинтересован и здесь очень важно какими ролями наделяет ребенок маму и папу то есть ребенок может который не вышел из состояния эгоцентризма наделить другого только той ролью в которой он заинтересован сам да то есть у мамы есть роль меня любить обо мне заботиться меня кормить да то есть со мной гулять у папы есть роль со мной дурачиться да то есть играться веселиться катать меня на плечах то есть я вижу других людей только такими да которые удовлетворяют мои определенные потребности и вот если ребенок выходит из состояния эгоцентризма он начинает видеть потребности других людей в которых он совершенно не заинтересован и если до трех лет для ребенка мама и папа это одно целое и он не видит что между ними есть свои отношения то есть и мы с вами говорили да на третьей лекции о том что нам дети определенного возраста до трех лет да то есть они способны строить только какие диадные отношения то есть отношения вдвоем я я в конкретный момент времени могу строить отношения с кем-то одним другой момент времени я еще с кем-то строю отношения но одномоментно мне очень тяжело когда ребенок выходит да и состояние эгоцентризма и способен видеть потребности других людей в которых он не заинтересован он вдруг начинает замечать что оказывается между другими людьми есть какие-то отношения в которых он совершенно не заинтересован потому что ему важно чтобы мама принадлежала только ему чтобы папа принадлежал только ему и чтобы между мамой и папой своих никаких отношений не было вот так ему кайфово и он решает что должно быть так и и и все а что там у вас между собой меня не интересует но вдруг он начинает это замечать что есть моменты да то есть их какого-то контакта что почему-то там вечером они уху из спальни уединяются ему туда нет доступа а это очень важно чтобы в этом возрасте доступ в родительскую спальню для ребенка прекратился раз и навсегда вот это вот тот момент когда развитие мальчика и девочки начинают расходиться вот если мы до этого возраста говорили все время ребенок 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 то сейчас мы начинаем отдельно говорить о мальчиках и отдельно говорить о девочках потому что это тот период в котором начинается пола ролевая идентичность то есть в этом возрасте я должен точно понять мальчик я или девочка и если мальчик я или девочка на физическом уровне там уже с годика дети понимают да то есть они себя физически идентифицируют мальчиком или девочкой то в этом возрасте я должен психологически понять мальчик я или девочка то есть взять на себя мужскую или женскую роль потому что то что я в теле женщины совсем не говорит о том что я могу быть да то есть психологически только женщиной да и то что я в теле мужчины тоже не говорит о том что я психологически являюсь мужчиной и вот как происходит этот перекос до беру я на себя и соединяя со своей физической ролью свою психологическую роль да то есть вот мы с вами будем очень подробно рассматривать и начнем мы с мальчиков прошу прощения у мужчин да потому что они развиваются проще у мальчиков вот принятие дату своей мужественности но идет линейно и для этого в принципе достаточно да то есть мы сейчас будем говорить о том что одной мамой потому что именно мама принимает мужественность мальчика и показывает ему мужскую роль а вот развитие девочки она ну очень сложная и пройти все этапы развития женственности сложно и мы прям вот целую лекцию следующую посвятим именно развитию женственности как же формируется мужественность то есть на фаллической стадии то есть вот мальчик и девочка еще на фало нарциссической они одинаковые а вот на эдипальные уже они кардинально расходятся то есть на фало нарциссической стадии да когда появляется эта потребность восхищение мне важно чтобы но и бесконечно восхищались потому что я исследую себя и стадия да то есть фало нарциссическая свою патентность свои возможности то есть я хожу и всем демонстрирую свои возможности и конечно же пока еще у ребенка связь с мамой гораздо сильнее чем с папой и каждый ребенок и мальчик и девочка хотят быть для мамы единственную и самым лучшим и вот мальчик да то есть трех лет вдруг обнаружив что у мамы с папой есть какие-то отношения и они проводят какое-то время совместное с этим категорически не согласен и ему надо чтобы мама принадлежала только ему и он начинает наблюдать за папой что это за человек с которым мама целуется обнимается и с которым она уходит в спальню и он решает что для того чтобы она все это делала со мной мне надо стать таким же и лучше его и тогда мы этого типа ненужного нам совершенно отодвинем и займем его место и все в моей жизни будет прекрасно вообще ну кто еще кроме меня может быть для мамы и самым лучшим и мальчик начинает наблюдать за папой и папе подражать и здесь очень важно каким в семье является папа потому что то как ведет себя папой то как он действует мальчиком и воспримется как мужская роль что именно так мужчины и выглядят и именно так мужчины и действуют там ну если папа курит да то есть ну для мальчика мужской ролью будет являться да то есть ну покурить и тогда он будет ходить с карандашом которую он засовывает в рот до изображать какой он крутой мам смотри не знаю я такой же да ты обрати внимание да и если папа приходя с работы ложится на диван с бутылочкой пива мальчик будет считать что это является мужской ролью да и он будет подражать именно этому я если папа помогает маме нести тяжелые сумки да если папа помогает маме одеть пальто если папа подает маме руку когда она выходит из машины мальчик будет считать что именно это и является мужской ролью и здесь очень важный момент важно не только каким является папа и что мальчик считывает как мужскую роль а еще и то как мама относится к папе потому что вся же это борьба завязывается за что за мамину любовь и если мама да то есть к папе относится с уважением папу любит я хочу стать таким же как папа чтобы это любовь и уважение достались мне а если мама говорит ну вот опять этот придурок пришел пьяный с работы и всю зарплату потратил то какой мне смысл становиться похожим на мужчину которого мама не уважает а время пришло выбирать то есть время по ролевой идентичности я в этом возрасте должен решить кем я стану мужчина или женщина и стать мне надо тем кого мама уважает и если женщина не уважает мужчину в семье где растет мальчик и мальчик этого возраста это видит то никакого смысла выбирать мужскую роль у него нет а идентифицироваться то с кем то надо и тогда он начинает искать а с кем же ему идентифицироваться и понимает что ну ладно этого не уважает но себя то хоть немножко уважает и тогда мальчик идентифицируется с женской ролью и тогда он в теле мужском но идентифицирован с женской ролью и тогда потом во взрослой жизни когда приходит время выбирать партнера да то есть кого я выберу не обязательно мужчину да то есть этот процесс идентификации женской ролью называется латентная гомосексуальность именно латентная да то есть она никогда может не перерасти да то есть в реальность и я то буду считать себя истинным мужчиной и буду доказывать все время что я мужчина и и чего был у нас засилие чего был период вот в постперестроечной когда очень многие мужчины растерялись ну а женщины в природе своей они более выносливые ну потому что они рожают да то есть кровь теряют каждый месяц то есть они более выносливые и они как-то так активизировались собрались да взвалили все на свои плечи и пошли и это был просто катастрофический период да кого выбирает мальчик идентифицированный ну с такой мамой он тоже может быть сильным предприимчивый да но какую партнершу он выбирает то есть каким был папа высоким с короткой стрижкой да то есть угловатый такой то есть прежде всего по внешнему признаку идет считывание да и тогда я выбираю девочку подростка девочку модель да которая со спины не поймешь мальчик это или девочка и тогда я выбираю в партнерши да то есть ну чтобы поменьше было в пуклости и выпуклости чтобы как можно больше да то есть фигура напоминала мужскую фигуру и вспомните да вот это вот мода на таких моделей которые абсолютно да то есть вот без выпуклых форм на подиумах да сейчас значительно изменилась ситуация да сейчас бодипозитив сейчас такие пышные модели это очень хорошая тенденция это говорит о возвращении да то есть в общем то мужественности да потому что ну вот возьмите Кавказ да то есть где ну традиционная мужская культура где мужчина глава семьи как сказал так и будет да традиционная мужская культура поклонение мужчине да то есть мальчик растет в этой культуре где он видит что мужчина это божество пришел все сразу забегали засуетились начали подносить с кем он идентифицируется ну конечно с мужской ролью что вокруг него тоже бегали да и ему поклонялись там даже ну вариантов нет никаких других а когда мне пришло время идентифицироваться да моя мама была там уже дородной женщиной родившей там троих четверых детей да ну тогда какую я буду женщину выбирать да то есть с определенными признаками физическими да то есть анекдот да когда Зыкина приехала выступать с концертами на Кавказ да то есть от пела программу и бис 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 выходит опять по бис пять раз уже на бис выходила у меня уже голоса нет они говорят слушай да ты не пой ты туда ходи сюда ходи все понятно и вот мальчик в семье где мама не уважает мужчина с которым она живет да идентифицируется с женской ролью но внешне то он мужчина и считает что надо быть мужчиной и тогда что я начинаю делать когда я не уверен психологически что я мужчина я доказывать я всем начинаю доказывать что я мужик а мужики они посуды не моют да не готовят с детьми не сидят баба какая-то тебе что ли да вот этим вот всем заниматься но когда психологически роль принято у меня нет необходимости ее доказывать и тогда я совершенно спокойно да то есть мою посуду полы да то есть тогда не встает в семье вообще вопрос о мужских обязанностях и женских обязанностях когда что-то делает тот у кого есть свободное время и вообще даже мы да об этом не разговариваем потому что это все естественно и доказывать мне никому ничего не надо и самыми заядлыми гомофобами являются латентные гомосексуалисты поэтому когда у человека на глубинном психологическом уровне принята его роль когда это полуролевая идентичность прошла по твоему же физическому полу тебе не надо никому ничего доказывать и поэтому когда встает вопрос а как же воспитать мужчину без отца очень просто потому что мужчину воспитывает женщина уважающая мужчину и даже если отец из жизни ребенка исчез по разным причинам очень важно чтобы мама отзывалась с уважением о том мужчине от которого у нее ребенок ну потому что если ты живешь и рожаешь ребенка от мужчины которого ты не уважаешь насколько ты уважаешь себя ну это всегда вопрос к себе но если уже ты это сделала ну значит что то было в этом мужчине что привлекло твое внимание и что тебя сподвигло да то есть вступить с ним в контакт и принять решение да то есть рожать ребенка и тогда очень важно рассказывать ребенку да то есть об этих качествах мужчины даже если этого мужчины нет да то есть рядом в его поле зрения да то есть ну вот твой папа такой замечательный да вот почему после войны выросло поколение да так ну таких очень крепких да то есть таких вот настоящих мужиков когда да то есть огромное количество мужчин погибло на войне потому что неважно кем был отец да то есть тыловик какой-то да то есть крыса тыловая с которой ты там переспала но воспитывали ребенка на образе твой папа был героическим летчиком который сбил 10 самолетов и погиб в бою смертью храбрых да и вечно ему память на кого мальчику захочется быть похожим да с кем идентифицироваться конечно же с этим героем с этим настоящим мужиком и вырастало поколение настоящих мужиков на образе поэтому мама даже не контактируя с мужчиной от которого она родила может воспитывать ребенка на образе то есть можно заложить в мальчика те качества которые ты хочешь в нем увидеть восхищаясь этими качествами да то есть либо в воображаемом мужчине либо в каком-то конкретном не обязательно мужа да то есть можно растить на образе дедушки на образе своего брата да то есть на образе учителя тренера киногероя в конце концов да то есть героя любимой книги говоря боже мой я сейчас читаю об этом удивительном человеке представляешь он был таким таким и когда мама вот взахлеб с горящими глазами об этом рассказывает мальчик оказывается на кого мне надо быть похожим и он будет разыскивать эту книгу и искать там фотографии этого героя да подмечать какие у него качества и становиться на него похожим потому что все что делает ребенок он делает для мамы в этом периоде да огромная потребность в любви и восхищении мамы и ребенку важно доказать маме я для тебя самый крутой самый лучший самый сильный самый замечательный я думаю на этом мы на сегодня остановимся и продолжим эту тему в следующий раз и уже больше внимания уделим тому как формируется женственность это была лекция откуда берутся взрослые психоаналитика Алены Ореховой которую она выпускает вместе с битрикс24 подписывайтесь на наш канал задавайте ваши вопросы в комментариях и до встречи на следующей лекции до встречи до встречи приятного